МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по вытворчасти першага в Беларуси экологично-беспечнага антифрызу. У Гомеля распачалась двугдённая республиканская навуково-практичная конференция, присвеченная проблемам заучасной смерти от захворвання у сердца. И больше подробязна об этом не только. Знижение темпа уросту розничного товарообороту, закрытие крам и повеличение удельной ваги импортной продукции на полицах. На сегодняшнем посядже Негомельского облаканкама проанализована работа организации «Гандлю». Захудшенной информацией ознайомился Олег Синсироу. Ситуация на внутреннем рынке Гомельской области по забеспечению населенцев товарами и послугами стабильная. Это бодай головный выник, который сделан после анализов ситуации на споживецком рынке. У нас, саправды, нема дефицита продукции, а пустые полиции давно застались и в минулом. Что-то, что выбрал, то он, звычайно, так само немаленький. Сегодня на Гомельщине можно набыть выробы любого белорусского вытворца. У часы Советского Союза были видны популярными фотосдымки на фоне некоторых десятков гатутков колбас. Правда, были иные редкими, вот, зарабить их можно было только у замежи. Зараз колбас копая и в очинных крамах, але хочется уже нечего большего. Нечто большее – это звычайные цены. На жаль, казаться об их стабильности покуль не приходится. Только за первый квартал этого года цены на продукты харчевания увеличились больше на 7,5%, на них харчевые – на 5%. В таких умовах покупник стал больше потребовальным. Дорогая продукция часто так и застается на полициях, а после завершения термина «заховывание» вертается вытворцем. В первую очередь привилегию покупателя стоит ценовой фактор, во второй стоит качество продукции реализуемой. Естественно, молочная продукция, колбасные изделия – это в любом случае покупатель у нас покупает. Еще одна невельми приемная тенденция – снижение объема продажи у товаров айчинной вытворчасти. У первой квартала такая ситуация означалась у 15 из 21 районов в области. Актуальное питание – выканание державного и социального стандарта по забеспечению населенства гандлевыми площами. Только за первый квартал у сельской местности закрылись 43 крамы, при том, что, прежде чем область пажива союза, регулярно обслуговать вязковое населенство у вугле, покой никто не им кнется, посылаются на невысокий товарооборот и низкую покупницкую сдольность. На сегодняшний день сельская местность при достаточно высоких затратах отличается достаточно низким покупательским потоком. Поэтому привлекательность достаточно низкая для наших розничных сетей и даже индивидуальных предпринимателей. И еще один момент, на который необходимо звернуть увагу при анализе ситуации на споживецком рынку, тычется юн так званого неорганизованного гандлю, кали особные люди привозят у увезки товары и продукцию на властном автотранспорте. Такие продажи не только не отповедают санитарным потребованиям, а ли и его объемы у сатыстоку не тропляют. А про чатаго никто не может проверить докладность усих справоздач, які представляют дробные гандлевые кропки, особливо у той же сельской местовости. Покуржа, ведь цены лишь бы такие. И в сравнении с ответным леточным периодом розничный товарооборот на Гомичне сегодня снизился омаль на 2%. Олег Синчаров, Игорь Маришенко, телерадокомпания «Гомель». Министр природных ресурсов и оховы новокольного сяродзе Андрей Каухута наведал новые родовищы нафты. Залежи черного золота выявлены в Жлобинском районе. Зараз там працуют геологи. На кольке по их подликах отрымается повеличить запасы белорусской нафты. На месте падей высветляла Ганна Ковалева. Черное золото в Белоруссии, Доброгашанской площади. Бурить сведровину тут, в Жлобинском районе, почали в минулом годе. Першие узоры горной породы, насыщенные черным золотом, послужили приметой ящик рыху и будя нафта. Сегодня сведровина пробурена омаль на 3 километры. На такой глубине выявили уже чистую нафту, причем довольно высокой якости. У меня в руках нефть, которую получили на скважину номер один восточно-доброгашанского блока. Это та нефть, которая у нас с вами под ногами. Зараз вызначают горизонты родовища. Гэта-то поможет разведать объемы черного золота. По попередних же оценках, его запасы тут складают от 350 до 800 тысяч тонн. Распрацовка гэтой сведровины цикавая и тем, что тут ужили так званую систему гидроразрыву. Працовать по такой технологии может далека не кажная краина у свете. Материалы полученные в процессе бурения скважины мы тщательно обработали и выделили здесь 5 нефтеперспективных объектов в этой скважине. Три нефтеперспективных объекта межсолевых мы уже здесь испытали и получили притоки нефти. Сейчас идет работа с четвертым объектом. Геологи скончат доследование празд месяц. После апера дадут объект «Беларусь-нафти», якая займется уже плановой с добычей. В перспективе сведровина будет приносить до 10 кубов в сутки. В уголе новые родовища в Беларуси открывают что год. На сегодня их 82. На 60 из них ведется активная с добыча. В ближайшей будущей неспис пополнить еще одна сведровина в Березинском родовище. Там удалось поглыбиться в землю прикладно на полторы километры. В планах же спуститься до двух с лишним километров. Для оценки ситуации новые родовища наведал министр природных ресурсов и оховы новокольных осяродзе Андрей Каухута. Возможности переработки на наших нефтеперерабатывающих заводах достигают 20-25 миллионов тонн. Поэтому, безусловно, этих объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Если говорить об объемах собственного потребления, это порядка 30-40% добываемой нашей нефти, обеспечивает потребности, ну, собственных, скажем так, нашей страны. Одночасово доследуются и иншие территории. Навоколцы распрацовывают новые методы пошуку нафты, которые повысят шансы на поспех. Тому однозначно запасы черного золота будут расти. Даже летось удалось повеличить их в два разы. Тогда отримали 1 миллион 645 тысяч тонн. В планах на этот год нарастить с добычу ясчина 5 тысяч тонн. А это каля полмиллиарда долларов. С такими лижбами на фоне усёй Европы наша краина выглядае як минимум достойно. С добычу нафты с разлику на одного же хара наша краина займае сёмое место. Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель», Жлобинский район. На предприемстве «Гомель Химгандль» сегодня урочисто запустили линию по вытворчасти першого в Беларуси экологично-безпечного антифрызу. Проект реализованный у межах инициативы «Зелёная экономика» – программы развития ААН и профинансованный Евросоюзом. Под обязанностей у моей коллеги Марины Джалой. «Зелёная экономика» – это на сегодняшний день свыж двух десятков разных проектов, а життявление яких саденничая по ляпшению экологии Беларуси. Иные охопливают самые разные сферы человеческой деятельности и экономики. От экотуризма до вытворчасти офисной паперы и сбору трав. У нашем регионе створение экологичного и небезпечного антифрызу станет другим так званым «зелёным» проектом. Перший реализуют у житковичах, где вырабляют сапрапелли. Мы финансируем самые разные мероприятия, пилотные инициативы, изменения законодательства, которые способствуют продвижению в Беларуси более экологичного, более энергоэффективного производства. И вот 23 инициативы, и вот это одна из таких инициатив в Гомельской области создания беларуского антифриза, который будет более безопасным, чем тот, который мы сейчас импортируем, который экономически выгодно делать и который создаёт рабочие места. Безпечным антифрыз стал дякуючу уникальной рецептуры. Его основа – глицерин, який заменил в химичном складе антифрызу больше шкодные компоненты. Но, обещают на предприемстве, не глядяши на опалепшенной властивости, на кончатковом коште это не добьется. Он не будет дороже. То есть по цене мы рассчитываем, что он будет по такой же цене, как остальные продукты на данном рынке. Может быть, где-то для того, чтобы рынок надо завоевывать, цену, конечно, придётся где-то делать ниже, чем у остальных производителей. Но это будем, опять же, говорить за счёт того, как мы это будем производить. Какие будем использовать материалы, ресурсы. Проектная магутность Гомельхимгандлю позволит выраблять приблизно 650 тысяч литров антифрызу в год. Это складе около 5% от агульной потребности Беларуси. По попередних подликах новая линя окупится, прикладно, за 4,5 года. Зараз предприемство повинно организовать масштабную маркетинговую кампанию, как не только окупить новую линю, а ли, как мага худшей, выйти в плюс. Кировничество проекта так само не сбирается заставаться у Баку от этой справы. Мы, конечно, постараемся помочь Гомельхимторгу всё-таки как-то продвинуться на рынке Беларуси, потому что нам самим заинтересованы, мы должны понимать, насколько мы всё это делали успешно. То есть называется мониторинг, насколько мы реализовали, насколько это будет востребовано предприятиями, насколько он сможет заменить даже 5%, 1-2% на начальном этапе рынка вот этого антифриза. В уголе переход до зелёной экономики – это сусветная тенденция. Многие краины в последние 10-ти годы сутыкнулись с проблемой утилизации отыходов. У промысловом секторах это пытание востро стоит не только перед буйными предприемствами, а ли и перед такими невеликими, как Гомельхимгандр. У нас есть проблема всегда с утилизацией или переработкой отработанных вот этих веществ. Они химически активные, они химически опасные, и всегда возникает вопрос, что с ними делать. Так вот этот продукт, который получили наши специалисты совместно, он практически может утилизироваться, как любая, ну я не знаю, там бытовая, там условно, на кухне, там вода, которая имеет определенные загрязители, но они утилизироваться могут в общих сетях, даже кондиционных, например, города, в данном случае Гомеля. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Больш подробязное интервью с вице-спикером Палаты процедуников Национального сходу Республики Беларусь Баляславом Перштуком на тему «Пераходу Беларуси до зеленой экономики» глядите у неделю у программе «Новины ты дня». Махчымасти и шляхи попереджения за участной смерти сегодня обмерковали на базе Гомельского областного клинического кардиологического центра. Там открылась республиканская навуково-практичная конференция, присвеченная проблемам смертности от захворвания у сердца. До дела запросили ведущих специалистов из Беларуси, России, Польши, Чехии и Хорватии. Подробязни у нашим наступным репортажем. Захворвание сердечно-сосудистой системы по раннейшему на ведущем месте у структуры смертности беларусов. При этом ритме ишемичная хвороба лишится основными причинами непредказального сердечного приступа, який может привести до худка галятального захода. За год у Гомельским кардиоцентра проводится больше, как 3000 хирургичных операций, пятая частка зяких связана с патологичными порушениями у ритме головного мышечного органа человека. С допомогой передовых технологий гомельские кардиологи не только поспехово выявляют ашаги, які могут привести до острых змены в организме, але и радикально уплываются на их. Володують у Раши Гомельского кардиоцентра навод методиками, які дозволяють за одну процедуру вернуть сердцу пациента стабильный ритм и частоту. Это проблема, с которой на самом деле очень тяжело бороться. Почему? Потому что мы видим именно внезапную сердечную смерть, как последний неблагоприятный эпизод. При нарушениях ритма сердца, который является основным механизмом развития внезапной сердечной смерти, у нас тоже хорошо поставлено наказание помощи. У нас имплантируются в достаточном количестве кардиостимуляторы при браде нарушениях ритма сердца. У нас имплантируются сложные устройства, такие как кардиоверт или дефибрилляторы, и ресинхронизирующие устройства. Подаденных с усветной организацией Аховы здоровья по причине заучастной смерти идут в життя больше людей, чем суммарно от инсульту, рака легких и грудей, а так само снида. На сучасном этапе развития медицины у арсеналей белорусских специалистов есть усё для профилактичного попережения ничака на худкой смерти. Мы, конечно, очень далеко продвинулись, но мы далеки ещё от совершенства. Сейчас мы можем говорить о том, что мы увеличили, например, выживаемость с 3-5% случаев внезапной сердечной смерти до 10-15%. Но вы видите, какой запас ещё у нас для совершенства. И, конечно, вся мировая общественность, научная общественность, медицинская общественность работает в этом направлении. Я очень рад, что так много вижу молодых людей. Тоже есть такая идея, чтобы в нашей европейской асоциации делать такие курсы по образованию для молодых врачей, которые начинают обучение. Я надеюсь, что будут практические курсы. И будет возможность приезжать здесь. И тоже хотели бы приглашать врачей из Гамла, из Белоруссии, с другой стороны, потому что я знаю, что уровень работы врачей в Белоруссии очень высокий. Узельники двухдённой конференции мают намер обвиняться думками на консучастных методов лечения сердечно-сосудистых вороб, ознайомиться с махчимостями самых опошних медицинских распроцовок, обвиняться в опытом у взаимодействия с коллегами из медицинских центров Центральной и Усходной Европы, наметить супрацовнество у рамках суместных навуково-аддукацейных программ. Наталья Игнатенко, Настасья Кучинская, Валера Игапанько. Телерадоя компания «Гомель». Больше за 9 тысяч наученцев Гомеля пройдут оздоровление на летних каникулах. У ГТПР до областных центров будут дейничать больше, как 260 пришкольных лагеров. Яны будут иметь певный профиль – военно-патриотичный, туристский крайзнавчий, спортивный оздоровленчий, социально-педагогичный и инши. На летних каникулах будет поширена сетка межрайонных и межшкольных лагеров. У их работе примутю дел больше, как 60 ведомствов и организаций. Адукацейные проекты будут реализованы суместно с правоохонными органами, специализованными спортивными установами, громадскими организациями и установами культуры. ГТ, а так сама инши новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tevergomil.by Далее у эфиры «Спортивный гляд» с новинами спорта вас познайомить. Мой коллега Максим Савин.